Иисус Христа 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 это слово «Христос». «Христос» означает «Личность, на которой Дух Святой». Это Личность помазанная. Ведь мы знаем, что Иисус, Он стал Христом, когда на Него сошел Святой Дух. Так Он был просто Ишуа. А так Он стал Ишуа Хамашиах, Мессия, Посланник, Избавитель, Спаситель. А когда Он стал Ишуа Хамашиах? Тогда, когда на Него сошел Святой Дух. Что делает человека не просто верующим, а христианином? Знаете, есть много людей, которые считают себя христианами только потому, что они повесили на шею крестик и их покрестили в детстве. Это не дает ничего. По Библии, если смотреть Библии, мы такого вообще не видим. Вообще не встречаемся даже с таким. Мы видим, что христианами становились люди, которые верили во Христа и следовали за Ним. Они становились учениками Иисуса Христа, они слушали Его учения, они впитывали, Иисус обучал их и потом посылал их. Посылал их на дело служения, чтобы они помогали этому миру. Вот их называли христианами. Вначале это было очень маленькое количество людей. И они считались очень странными. Странными и разные слухи про них ходили. Но потом, когда мир смотрел и всматривался в них, то они не находили ничего странного у этих христиан. Они смотрели, что они очень добрые, у них есть любовь, они заботятся друг о друге, они помогают этому миру, через них двигается Святой Дух и спасает людей, исцеляет людей, восстанавливает людей. И тогда мы видим, что это были не просто верующие. Потому что апостол Иаков пишет, что бесы веруют и трепещут. Мы думаем, что бесы, они атеисты, они богохульники и неверующие существа. Бесы являются верующими в Бога. Верующими. Если ты спросишь у беса, ты верующий? Да. Он скажет, конечно. А ты, сатана, ты верующий? Тоже. Такая разница между верующими и христианами. Такая. Единственное, что может отличать верующего от христианина, это сила Святого Духа. Это помазание. Сам Святой Дух. Вот это и отличает верующего, религиозного, который думает, что он верующий. Потому что ему перешла, знаете, как традиция, перешла по правдословию вера в Бога. И он себя бьет в грудь и говорит, я верующий, я христианин. Нет. Если анализировать по Библии, по Слову Божьему, то, знаете, как бывает, как бы нам не прийти в уныние, что самый современный, обычный христианин, такой даже, скажем, положительно, хороший христианин, не дотягивает до самого новорожденного христианина в первые времена, в первом веке. А почему? Потому что задача дьявола – извратить христианство, сделать его другим, изменить его. Он не может остановить, значит, он будет менять. Иногда мы думаем, христианство – это хождение в церковь, знаете, как в кинотеатр. Люди приходят, смотрят, слушают, знаете, общаются, уходят. А какая разница, что ты сказал в церковь, что ты посидел в кинотеатре? Какая разница? Что в этом? Нет. Христианство – это намного сильнее. Друзья, если мы хотим слышать сегодня Слово Божье, то у меня для вас есть вопрос. Вы хотите слышать правду? Друзья, вы хотите слышать правду? Мы не хотим слышать правду. Вот наша проблема. Вот наша проблема. Почему Иисуса убили? Потому что Он говорил истину. Никто не хочет слышать правду и истину, кто не живет ею. Так Иисус сказал. Свет пришел в мир, но люди возлюбили более тьму, потому что у них были дела темные. А человек, делающий доброе, он идет ко свету. Я вот хочу вам сказать, что когда мы предстанем пред Бога, то мы не будем слышать лицемерие, мы не будем слышать, знаете, двойных стандартов. Мы будем слышать в свой адрес, то ли это будет великий страшный судный день, то ли это будет судилище Христова. То есть первое, оно будет касаться грешников, второе будет касаться христиан. Вот. Тем не менее, это судилище все-таки, суд Христов. Там будет в наш адрес звучать прямая правда. Если мы на земле не готовы слышать правду, то мы будем очень сильно разочарованы в вечности. Я даже увидел, я раньше не замечал, но я увидел очень наглых верующих. как они разговаривают с Богом, это просто хамство. Я не обращал внимания таким образом, но когда я стал больше размышлять, глубже, то я просто увидел, как люди ведут себя по отношению к Богу. Представьте, вот идет суд, это будет, это в будущем, это написано в Матфея 7 главе. Там написано, что Иисус будет говорить к верующим, что Он скажет, отойдите от Меня все делающие беззаконие. Иисус до этого говорил, что не всякий, говорящий Мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Иисус сказал, что не всякий верующий туда попадет, но тот, кто исполняет волю Отца Моего Небесного, тот попадет туда и будет там. Вот она страховка, вот она защита, вот она благословение на твоей жизни. И потом Иисус говорит, что многие скажут Мне в тот день, многие скажут Мне в тот день, и они будут спорить с Богом. Вот просто представьте, что судья праведный, ладно, на земле есть судьи неправильные, подкупные там и так далее, но наш Бог, Он судья праведный все-таки. И Библия об этом говорит. Называет его таким именем. И вот судья праведный, праведно рассудит и скажет определенной категории людей, отойдите от Меня, Вам здесь не место. Я никогда не знал Вас. Представьте, эти люди будут говорить, они будут возмущаться, они будут спорить с Богом, они будут говорить, не от твоего имени мы пророчествовали, не там многие чудеса делали, да как ты так говоришь, да ты пересмотри наше дело. Понимаете, вот этот тон, этот разговор, который будет с Богом, людей с Богом, то есть непризнание вердикта, как они будут реагировать, говорит, что всю жизнь они жили как просто верующие, не как дети Божьи, не как смиренные, не как послушные Отцу. Иисус таким верующим скажет, отойдите от Меня. Лучше на земле узнать о себе правду. И у тебя будет время, если ты узнал правду, у тебя будет время измениться, измениться, у тебя будет время подготовиться, покаяться. Но представь, что если тебе никто эту правду не говорил на земле, ты думал, что ты христианин хороший, но тебе сам Иисус сделает оценку, это уже не будут братья и сестры, это сам Иисус сделает оценку, и Он скажет, ты никогда не был полноценным, ты не был полноценным христианином, отойди от Меня, делающий беззаконие. И вот здесь как раз-таки люди начнут возмущаться, они начнут спорить с Богом, они его будут игнорировать, они будут свою правду качать. Почему? Потому что вердикт, который прозвучал, им не понравился. Он сказал, бросьте их во тьму внешнюю, они скажут, постойте, постойте. Понимаете, таких наглых верующих сегодня много. И не все, кто верующие, говорят, что они верующие, они верующие. Поэтому в день Пятидесятницы, сегодня праздник Пятидесятницы, многие церкви, христианство празднуют этот великий день, когда сошел Святой Дух, мы говорим о христианстве, о полноценном христианстве, о людях, которые посвятили свою жизнь во Христа, Христу, не которые поверили в Него, не которые просто поверили, а которые пошли дальше, и они посвятили свою жизнь этому. То есть отдали все свое время, они сделали это главным для своей жизни, Христа. Для многих сегодня христианство это, знаете, как хобби. Оно по выходным дням. Что же тогда в обычные дни? Второе Тимофею 3.1. Я хочу прочитать Слово Божье. Братья и сестры, давайте все-таки возлюбим правду, возненавидим беззаконие, отвергнем его от себя. Здесь апостол Павел пишет, знай, что в последние дни будет очень суровое время. Люди станут эгоистичны, корыстны, хвостливы. Боже мой, что сегодня происходит на Фейсбуке, на Инстаграме? Люди хвалятся котлетами, пирожными, формой тела, всякими телефонами, ерундой, поездками. С ума сошли. Смотришь, даже ладно, это делали бы какие-нибудь мирские люди. Пастора делают, как будто им не хватает внимания, хвастаются, хвастаются, хвастаются. Я понимаю, ты похвастался, потому что тебя это захватило, но прекращай. Бог на тебя смотрит. Что ты? Перед кем ты хвастаешься? Что ты ешь? Что ты каждый день так ешь, что ли? Ты лучше так корми кого-то, а не ешь так. Дальше читаем. Горды, богохульники, непослушные родители. Дети сегодня хамят. Очень непослушные родители. Неблагодарные, безбожные, бездушные, непримиримые, клеветники, несдержанные, жестокие. Будут ненавидеть добро, предавать, будут безрассудны, надменные, будут любить удовольствие больше, чем Бога. Ему, говоришь, пойдем на собрание, а он идет там, где удовольствия, плотские. Что, и это христиане, которые наследуют святые небеса и будут невестой Христа? Нет, нет. Я точно говорю нет. Послушайте, я точно говорю, все, что мы сейчас здесь прочитали, не пустят на небо. Ты никто для Иисуса Христа. Дальше читаем пятый стих. Благочестие будет для них лишь внешней формой, но его реальную силу они отвергнут. Не имей с такими людьми ничего общего. Благочестие это внешняя форма. О, мои добрые дела, посмотри, я делаю это, я делаю то, я делаю это, я делаю то. Однажды, когда ученики заикнулись и начали якать, Иисус быстро их возвратил на место. Они прибежали к Иисусу, о, Иисус, бесы нам повинуются. А он говорит, не радуйтесь этому. О, знаете, нам повинуются, мы всегда видели, что тебе, теперь нам, мы такие, теперь, знаете, деловые. Иисус сразу возвратил их, радуйтесь, что вы вообще спасены, что ваши имена в книге жизни, вот чем надо радоваться. Итак, мы здесь прочитали, благочестие будет для них лишь внешней формой. То есть, христиане, которые просто хорошо выглядят, просто добрые, но силы нету. А давайте себе представим такого Иисуса без силы. Давайте вот просто представим. Ходит Иисус из села в село и просто подходит прокаженному и говорит, ничего, соберись, настройся, настроься, не все так плохо, бывает и хуже, куда хуже. Иисус никогда так не делал, Иисус никого не ободрял, никого не тер по плечу и не говорил, все будет хорошо, потерпи. Он изгонял бесов, Он исцелял прокаженных, Он воскрешал мертвых. Почему? В нем была сила, а фарисеи не имели этой силы. Вот поэтому они были злые, и они-то и убили Иисуса. Мы думаем, грешники убили, это грешники в виде фарисеев и убили в этих длинных одеждах. Сегодня, когда мы видим, что некоторые одеваются в длинные одежды, мы думаем, о, это такой святой. Это отличие от мира? Да это вообще ничто. Иисус вообще говорит, бойтесь одевающих длинные одежды, бойтесь их, удаляйтесь от них. Это смертоносные люди, не надо вам вообще с ними иметь дело, и здесь так и Павел пишет, не имей с такими людьми, ничего общего, ничего. Господь, а как же о том, что нам надо всех любить? Должна же быть такая, знаете, великая кумения. Мы должны все религии собрать, мы должны все религии любить. Где Иисус об этом сказал, что мы должны все религии любить? Мы должны всех людей любить, погибающих. Про религии любить Он нигде не говорил. Он говорил, я есть путь и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня вот она истина. Хочешь попасть на небо, через другие религии, все, и этого не существует, это обман. Есть одна возможность человеку иметь жизнь полноценную, встретиться с Иисусом. И вот поэтому и били христиан первые времена, потому что они были, они противостояли всем. То, что делали они, никто не мог делать. Фарисеи не могли сделать ни одного чуда. Мы не считаем в Библии, что фарисей шел, шел, шел и слил кого-то. Фарисей там сделал, знаете, проявил милость кому-то. Он никому милость не проявлял, он всех осуждал. Он шел сам, будто он самоправедный. А Иисус взял, и знаете, Иисус имел эту смелость, это дерзновение просто называть вещи своими именами. Это было смертельно опасно. Подойти к священнику и сказать, знаете, что это? Это гроб окрашенный, полон гнилых костей. То, что они говорят, слушайте, по делам их не поступайте. А в другом месте Иисус сказал, бойтесь закваски фарисейской, которая с лицемерией и улыбается, все улыбается, а внутри-то все по-другому. Думаю, это совсем другое. Иисус говорил, бойтесь этого, удаляйтесь от этого. И своим ученикам он говорил, ожидайте Святого Духа. Дух Святой должен прийти. И вот тогда начнется самое интересное. Вот это и есть христианство. Христианство это Дух Святой, действующий через учеников Иисуса Христа. Если ты не ученик Иисуса Христа, то ты просто верующий. Ты просто верующий. Что делает человека не просто верующим, а христианином? То же, что и сделало Иисуса Христа, Святой Дух. Марка 1.9 говорится. И было в те дни, пришел Иисус из Назарета, не Иисус Христос, а Иисус Галилейского, и крестился и от Иоанна в Иордане. И когда выходил из воды, тогда увидел, тогда тотчас увидел Иоанн, разверзающиеся небеса, и Духа, как голубя, сходящего на Него. И 28 стих мы читаем, когда Дух потом повел в пустыню для искушения от дьявола, мы читаем 28 стих, и скоро разошлась о нем молва по всей окрестности в Галилее. Молва о нем пошла. Почему? Просто так не будут ничего говорить, потому что Дух Святой сошел на Него. Для чего? Вопрос. Для чего Дух Святой сходит на верующего? Для чего? Для какой цели? Чтобы мы, верующие в Иисуса Христа, стали ответом этому миру. Потому что очень много верующих это соль, потерявшая силу. Это она не имеет солености. Соль, которая не имеет солености. Она не может ни рыбу засолить, она не может вкус придать, а она не имеет своей сути. Соль. Ее суть это соленость. Она не сохраняет от разложения. Соленость, именно соленость о том, что Иисус говорил вы соль этому миру. И когда Он говорил вы соль, то Он говорил это духовно. Он закладывал прообраз. И Он говорил вы возбудители жажды. Когда вы поедите соль, первое, что вам захочется не спать, а пить. Вот что должно происходить. Реакция должна происходить с людьми. Пообщавшись с нами, они должны вас жаждать Бога. Она должна воспроизвести жажду. Соль это Святой Дух. Соленость это Святой Дух. И мы, которые люди, которые живем независимой жизнью от Бога, мы ничего не должны. Нам ничего никто не должен. И мы думаем, что мы можем просто верить в Бога и мы будем спасены. Но мы не видим это с учениками. Иисус, когда их призвал, Он не только их спас, Он дал им задание. А чтобы это задание начать исполнять, Он дал им силу Святого Духа. И Он сказал, ждите обещанного от Отца. Ждите, а это был Святой Дух. И вот когда Дух Святой сошел на учеников Иисуса в день Пятидесятницы, после этого стали происходить сверхъестественные вещи, потрясающие знамения, чудеса. Это не делали сами люди, это делал Святой Дух через людей, верующих в Господа. Давайте прочитаем про Пятидесятницу, раз речь зашла. Деяние 2 глава 1 стих. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе, ученики Иисуса. Иисус после Своего Воскресения разговаривал с учеником, пришел, разговаривал, убеждал их в течение сорока дней. На сороковой день Иисус вознесся и дал им повеление, чтобы они ждали Святого Духа. И вот когда вы ждете один день Святого Духа, два дня ждете, десять дней, вы понимаете, что это самое главное. Это самое главное. И Он все не приходит. И Он все не приходит. Но они имеют твердое обетование. Ждите. «Ждите Святого Духа». И вдруг, 2 глава, 2 стих. «И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнили все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать». До захождения Солнца 3000 человек поверили в Иисуса Христа и приняли Его как личного Господа и Спасителя и заключили с Ним завет. Представьте, какое чудо. В то опасное время, когда самого Иисуса Христа распяли, прошел месяц, там полтора, и теперь о нем так сильно свидетельствуют, безбоязненно. Это сделал Святой Дух. Мы видим, сколько сразу стало происходить чудес, которые никто никогда не смог бы творить, ни Петр, никто, ни Яков, ни один из учеников, никто не мог бы творить, если бы на них не было Святого Духа. Если в тебе нету силы, нету огня, то какой ты верующий? Иисус сказал, ты соль, потерявшая силу. А что с такой солью делают? Ее выбирают, выкидывают на попрание людям, то есть прах, это на землю выкидывают, по ней ходят люди. Она не нужна, она бестолковая. Слушайте, хотим ли мы жить жизнью бестолкового верующего? Хотим ли мы такой жизнью жить, видя, что мы ничего не можем сделать в жизни людей? Вот есть нужды у людей, ничем не можешь помочь им. Это не воля Божья, это не воля Божья. Воля Божья, чтобы ты помог любому человеку. Ты можешь даже богатым людям помогать, ты можешь образованным даже людям помогать, у них тоже есть нужды. Есть нужды у людей, проблемы, которые деньги не решают, и они ждут тебя, дорогой брат и сестра, тебя. Вся эта проповедь направлена на то, что с ним индивидуально и пережить свою пятидесятницу, чтобы он излился на тебя. И ты стал другим человеком, и мир вокруг тебя стал другим. Давайте помолимся.